Всю неделю Макар Жеребцов ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил жить, по возможности весело, но благоразумно, с пониманием многомиллионного народа. Он разносил односельчанам письма, работу свою ценил, не стыдился, что он здоровый, 50-летний, носит письма и газетки, да еще пенсию старикам. Шагал по улице спокойный, сосредоточенный. Его окликали «Макар, мне нету? Ты же видишь мимо еду, — отвечал он, — значит, нету. Чего ж нету-то, — возражали ему, — пора уж, черти окаянны». Макар подходил к пряслу, вешал свою сумку на колышек и закуривал. «Сколько у нас в СССР народу? — спрашивал он. Старуха не знала. — Дьявол их знает сколько. Много, небось? — Много. Макар кивал и тоже точно не знал, сколько. И всем надо выдать пенсию. — Чего ж всем-то, — продолжал старуха. — Все зарплату получают. — Ну, я неправильно выразился. Кто заслужил, так? — Ну, чего ты опять? — спокойно, — продолжал Макар. — Тебе государство задержало пенсию на один день. Ты уже начинаешь возвышать голос. — Сама злишься. На тебя тоже глядеть тошно. А у государства таких, как ты, миллионы. Спрашивается, есть у вас совесть-то или нету? Вы что, не можете потерпеть день-другой? Вы войдите тоже в ихнее-то положение? Старухи обижались. Старики посылали Макара подальше. Ну, Макар шел дальше. — Семен, ездил к сыну-то? — спрашивал он. — Ездил, — отвечали ему. — Ну, как? — Никак. Как пил, так и пьет. С работы опять прогнали. Свистуна. — Ну, ты, конечно, коршуном-то на него не надо. Такой-сякой разэдакий. — А как же мне с ним? Петя, сынок, уймись с пьянкой. — Да где там ты слов таких не знаешь? Ты привык языком-то как оглобли ломить. Самого дурака с малых лет поленом учили. Думаешь, всегда так надо? Теперь совсем другая жизнь. Раньше так не пили, возражали ему. Как он заливается. Другая жизнь. — А ты войди в его положение, — защищал Макар Петра. Он молодой, дорвался до вольной жизни. Деньжаты появились. Тут какую силу воли надо иметь, чтоб сражаться? Кониную? С другой стороны, его тоска гложет. Оторвался от родительского дома. — Ты вон в город-то на неделю уедешь, кто тебя домой манит. А он сколько лет там? Небось, сходит в кино, поглядит про деревню и пойдет выпьет. — Все понимать надо. — Ты, лоботряс, — говорили Макару, — только рассуждать умеешь. А коснись, самого не так бы запел. Ходишь по деревне, пусто звонишь. Чего ты лечишь не в свое дело? — Так я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то. Сядь, выпей с ним. У тебя прям не голова, а сельсовет. — Ну да, — продолжал Макар. — Выпей. А потом к нему потихоньку в душу. Мол, сократись, сынок. Ну, сократись, милый. Мы все пьем по праздникам. Праздничек подошел, выпей. Прошел праздничек, пора на работу, а не похмеляться, так? А как же, поговорить надо, убедить человека. Да не матерным словом, а ласковым. Ласковым оно, глядишь, скорее дойдет. — Его надо поленом по башке, — продолжал дед, — а не ласковым словом. — Вот. И я говорю, бараны. Рога на лбу выросли, довольные, бодаться можно. А ты ж человек, тебе разум даден. Слово доходчивое. — Иди ты, — говорили ему. — Эх вы. И Макар шагал дальше. И сердце его сосало, сладко прикусывая, жирная мягкая змея, какая сосет сердца всех оскорбленных проповедников. Иногда дело доходило до опливух. У Ивана Соломина жена Настя, родила сына. Иван заспорил с Настей, как назвать новорожденного. Иван хотел Иваном. Иван Иванович Соломин. Настя хотела, чтобы был Валерик. Супруги серьезно поссорились. И в это-то самое время Макар принес им письмо от сестры Настиной, которая жила с мужем в Магадане. И писала в письмах, что живут они очень хорошо. Что у них в доме только одной живой воды нет. А так все есть. Но сами понимаете, в консервах, так как климат здесь суровый. Макар посмотрел красный безымянный комочек, поздравил родителей. Те, конечно, схватились перед ним, каждый свое доказывать. Иван, Иванов-то нынче осталось. Ты да Ваня дурачок в сказке. Умру, не дам Ванькой назвать. Сам как Ваня дурачок. Сама ты дура. Сейчас в этом деле назад повернули к старому. Посмотри в городах. Макар весь подобрался, накоктился, почул добычу. Спокойно, Иван, сказал он хозяину. Не обзывайся. Даже если она тебе законная жена, все равно ты не имеешь права ее дурачить. Она тебе, Ваня, дурачок, допустим, а ты ей несмышленый шмой или еще как-нибудь. Ласково. Ей совесть настанет, она замолчит. А не замолчит, сам замолчи. Скрепись и молчи. Иди отсюда, миротворец, говорили ему. И меня не надо посылать. Зачем меня посылать? Ты меня послушай, постарайся сперва понять, а потом уж посылай. Я к тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а по новым законам твой друг и товарищ. И хочу вам подать добрый совет. Назови-ка ты сынка своего Митей в честь свояка Магаданского. Они вам и посылки шлют, и деньжат подкинут. А напиши-ка ему, что вот, мол, своячок, в честь тебя сына назвал Митрием. Он бы где одну посылку, а тут подумает, да две ахнет. А как же, в честь меня сына назвали, это большое уважение. За уважение люди тоже уважением платят. Иван чего-то озверел. Иди отсюда, гад подхолодный. Чего ты лезешь не в свое дело, говорили ему. Макар посмеялся кротко, снисходительно, ласково. Он знал дрочливый характер Ивана. Ах, пошуметь бы, да? Сейчас развоеваться бы. Ты Ваня и есть Ваня. Иван и в самом деле взял почтальона за шкирку, подвел к двери и дал пинка под зад. Это тебе за совет. Макар пошагал дальше по улице. Потирал ушибленное место и шептал. Нога у дьявола конская. И начинал рассказывать встречным. Иван Соломин. Зашел к нему, у них пыль до потолка. Не могут имя сыну придумать. Я подскажи им Митрий. У него свояк в Магадане Митрий. Но Макара слушать не хотели. Некогда. Да и мало на селе в летнюю пору встречных. И вот наступало воскресенье. В воскресенье Макар не работал. Он ждал воскресенья. Он выпивал с утра рюмочку две, не больше. Завтракал. Выходил на скамеечку к воротам. Была у него такая скамейка со столиком. Аккуратная. Он удобно устраивался. Нога на ногу. Закуривал. И, поблескивая повлажневшими глазами, ждал кого-нибудь. Михеевна, кричал он. Здравствуй, Михеевна. С праздничком. С каким, Макар? Да с воскресеньем. Господи, праздник. Сын-то не пишет что-то. Давненько я к тебе не заходил. Некогда поди-ка расписываться-то. Тоже не курорт. Шахты таить. Всем им подлецам некогда. Им водку литрами жрать. На это у них есть время. А письмо матери написать время нет. Пожалуйся на него, директору шахты. Хочешь, я сочесню. Заказным отправим. Ты что, сдурел, Макар? Говорила ему старуха. На родного сына стану, директору, жаловаться. Можно хитрее сделать. Можно послать телеграмму, мол, беспокоюсь, не захворал ли. Его все равно вызовут. Тьфу, дьявол. Тебе что, делать нечего? Выдумываешь, сидишь. А учить подлецов надо. Учить продолжал Макар. Старуха злая и обиженная за сына шла дальше своей дорогой. Боров гладкий, вормотала она. Ты их нарожай сперва своих, потом жалься. Подымется рука-то. Человека, пока не стукнет, до тех пор он не поймет, говорил сам с собой Макар. На судьбу обижаемся, а она учит, матушка. Учит. Проходили еще люди. Макар заговаривал со всеми. Все в таком же духе. Воскресном. Подсказывал, как можно тещи насолить. Как заставить уважать себя дирекцию совхоза. Надо, мол, только смелей быть. Выступать подряд на всех собраниях. И каждый раз против. Они сперва окрысятся, попробуют ущемить как-нибудь, а ты на собрании про это. Важно не сдаваться. Когда они поймут, что с тобой ничего нельзя сделать, тогда начнут уважать. А то еще и побаиваться станут. Гришки-то у всех есть. Кого их нет? Так ведь возьмут да выгонят, возражали ему. Куда выгонять-то дальше-то? Это ж не с завода. Где-нибудь часа так в два пополудни к Макару выходил дед Курик. Кузьма, выпив оха и правдолюб. Охмелиться у него, никогда не было денег. Дай на бутылку, говорил он. Во вторник поплывем с зятем рыбачить, привезу рыбки. Макар давал ему рубль двадцать на плодово-ягодную. Только просил, приходи здесь пить, а то поговорить не с кем. Дед приносил бутылку плодово-ягодной, выпивал стакан, и ему сразу легчало. Вчера с перебрались с зятем, тоже лежит, мается. Отнеси стаканчик, говорил Макар. Ничего, возражал дед, оклемается, молодой. Мне этой самому-то только впритык. Жадный ты. Нет, просто, говорил дед. А взять-то тоже не на что, зятю-то. Так у Нюрки есть. Она разедаст, тут хоть подохни. Как жена-то? Хворает. Ты ее случаем не поколачиваешь тайком? Чего она у тебя все время хворает? Ни разу пальцем не тронул? Так, организм слабый. Чудной ты мужик, Макар, говорил дед. Не пойму тебя. Нашинских, кто на глазах рос, всех понимаю. Тебя никак не пойму. Чем же я кажусь чудной, искренне интересовался Макар. Ну как же, подошло воскресенье, ты сидишь день-день сквозь, сложа ручки. Люди ждут, не дождутся воскресенья, чтобы себе по хозяйству что-нибудь сделать. Тебе вроде и делать нечего. А на кой мне оно хозяйство, говорил Макар. Вот то-то и чудно. Ты из каких краев-то? Или я уж спрашивал. Недалеко я отсюда. Что мне его хозяйство-то? В гроб с собой? Повторял вопрос Макар. Ну, тебе до гроба еще поживешь. Работа не бей лежачего. И несовестно ведь, искренне изумлялся дед. Неужели несовестно? На тебе ж пахать надо, а ты не на вот столько. Макар показывал кончик мизинца. А по что, например, спрашивал дед, ты одно людям говоришь, а потом другое, совсем наоборот. Чего ты их путаешь-то? Макар глубокомысленно думал, глядя в улицу. Потом говорил, похоже, всю правду, какую знал про себя. Не для этой я жизни родился, дед. Для этой, но гораздо круче умом замешан. Для какой же ты жизни? Сам не знаю. Вот говоришь, путаю людей. Я сам не знаю, как мне их жалеть или насмехаться. Хожу, гляжу, охота помочь советам каким-нибудь. Потом раздумаешься, да пошли вы все. Как жили, так и живите. Кроты. Так вот ходишь неделю, тыкаешься в их недела. Потом придет воскресенье, а я вроде отдыхаю. Давайте, думаю, черти, гните дальше. Я еще какую-нибудь пакость подскажу. Вот стерва-то, говорил ему дед. Да ей-богу. Завтра опять пойду по домам. Опять полезу с советами. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы в большом масштабе совет-то давать. У меня бы вышло. Подучиться, само собой. У меня какой-то зуд на советы. Охота учите все, хоть умри. Так учил бы одному чему, а то ты как... Так я и хочу одному. Но ведь я им одно, они меня по матушке, а то и по загривку. Ванька вон соломен. Пустил с крыльца. Хе, смеялся дед. Того не заржавеет. А я ж для его пользы. Назови, мол, сыночка Митей в честь свояка. Свояк-то в лепешку расшибется, будет посылки слать. Какая ему дураку разница? Митя у него будет расти или Ваня. А жить все ж маленько полегче было бы. Свояк-то на севере тысячи ворочает. А так-то я их не презираю, людей-то. Наоборот, мне их жалко. Старик допивал остатки вина, поднимался. Все-таки стерва ты, говорил он беззлобно. Путаешь людей. Что, пошел? Спрашивал Макар. Пойду, отвечал старик. Зять теперь очухался, погреб небось копает. Он с похмелья злой на работу. Помочь надо. Рыбки-то занесу килограмма два во вторник. Ладно, кивал Макар, сгодится. Я до ухи любитель. Спасибо, что выручил. Не за что. Дед уходил. Макар оставался сидеть на скамеечке, глядел на село, курил. Иногда из дома выходила больная жена. К теплу и к солнышку. Присаживалась рядом. Вот ведь сколько домов, раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар. В каждом дому свое. А это только одна деревня. Их таких деревень-то по России. О, сколько. Много, соглашалась жена. Много, вздыхал Макар. Где ж всем поможешь? Завязнешь к чертям? Или пристукнут где-нибудь насовсем? А все же жалко мне их, дураков.